Над собой, да. Спасибо, Олег Ильич. Я хотела спросить, вот если есть духовный иммунитет, то мы можем признать Бога Бога. И когда вы хотите спросить? Садитесь, погромче. Духовный что? Духовный иммунитет. Что значит духовный иммунитет? Ну, когда что-то с нами не происходило, мы принимаем как горы Бога. Это вы определение дали. Если что с нами происходит, мы принимаем как волю Бога, это называется теперь духовный иммунитет, да? Нет, это так не называется. Это называется, что мы не страдаем по этому поводу, а принимаем его в волю. Да, это называется, да. Когда человек принимает волю, он не страдает, а воспринимает всё как объём работы. Вот это хорошо сказано. Есть страдание, а есть работа. Когда человек трудится, ему тяжело. Но он не страдает. Разное ощущение страдания, это означает чувство несправедливости, там всё, мне плохо. А когда человек работает, что он не страдает, он просто, ему тяжело. Да, вот. А вопрос мой в том, что если на всё волю Бога, то как мы можем его о чём-то просить? Потому что наши желания, вот я не понимаю, вот этот договор. Мы транслируем наше желание. А можно, могу я вас попросить? Вот можете подвинуть цветы подальше, потому что девушки, там меня не видно. Нет, ну что вы их совсем убрали-то? Вот сюда надо поставить, что подальше. Ну подальше. Да, вот теперь всем видно. Видите, девушка, классно, да? Это вы меня не видели. Не хорошо было, да? Я про девушку говорю. Да, и так я попросил, да? Я могу попросить? Я попросил вас, но Вероника сразу побежала и всё сделала. Так, и так я попросил, да? Я могу попросить? Вы можете попросить. А в чём вопрос тогда? А вопрос в том, что вот эта степень договорённости, ведь Господь сделает как он считает нужного, а не так, как я хочу. Но он не всё же делает в этом мире. Если бы он всё делал, тогда мы бы как бы тут глазом не успели мотнуть, тут всё бы к лучшему менялось, тут райской планетой бы стало. Но он не всё делает, он же что-то не делает. Допустим, едешь на дороге колдобина какая-то, блин, чего не отремонтировали? Так к Богу как бы это вопрос или к людям? Если Бог всё делает, то дорогу бы он сам все дороги ремонтировал. Не было бы колдобин. Краны бы не сломался, раз Бог всё отремонтировал. В молитве мы обращаемся к Богу. То есть Бог не всё делает сам, да, в этом мире? Я думаю, что Бог делает всё, а мы должны учиться принимать. Что ты думаешь? Ну как, погодите, что значит, я думаю? Дорогу ремонтирует Бог или нет? Ну, руками рабочим и отпущенными средствами. Не, а если бы он ремонтировал сам дорогу, тогда вы не парились? Он дорогу ремонтирует, Бог нет? Нет. Не последует? Нет. Он это даёт нам возможность сделать, так? Да. Значит, что-то делаем мы, а что-то делает он. Теперь, что он делает здесь, в этом мире? Например, я захотел руку поднять, тело движется по воле Бога, душа не может сама материю управлять, она это делает через Бога. Руку поднимает Бог, я хочу, по моему желанию, он делает что-то. А что-то он не будет по моему желанию делать. Вот, например, я скажу, я хочу, чтобы он передвинул цветы. Если бы я был великий святой, то он бы передвинул цветы вот так, без человека прямо. Это называется сверхчеловеческие способности. То есть Бог подчиняется воле человека и двигает цветы там, даже хотя это не является обычным действием, которое Бог должен делать. Есть также судьба, мы молимся, когда за мир, допустим. Бог сам не будет ничего делать в этом плане, ждет наших молитв. Мы молимся, он делает, потому что мы молимся. Таков закон. То есть мы должны проявить желание, чтобы мир был. Вот к войне проявили желание, война пошла. Теперь надо проявить желание людям, чтобы Бог дал мир. То есть есть его действия прямые, есть наши действия по нашей воле, мы делаем по нашей воле что-то. А есть то, что мы не можем сами сделать. И мы молимся, чтобы Бог не энергией судьбы действовал, а своей милостью. Мы можем просить о милости. Да. А почему нет? Потому что он личность. И он, есть судьба, есть милость. Но лучше не просить, а просто славить Господа. Ну да, попросить перед молитвой, что я хочу мира на этой земле. Надоел уже, убивают, убивают, люди, люди, что хорошего вообще. Хочу мира. Нормальное желание? Оно против России или нет? Нет, все хотят мира. Со всех сторон. Это желание нормальное. Вот. И тогда Господь увидит в себе личность и обратит на себя внимание. Если мы к нему как к личности обращаемся, он с нами личностные отношения строит. Хорошо. Я поняла. Спасибо. Ладно. То есть мы можем немножко навязывать свои желания. А не ждать, сколько его горит в проведении нашей судьбы. Ну как навязывать? Вы просто молите, славите его и просто смиренно просят. Что значит навязывать? Вы такой интересный человек. Вот вы приходите, допустим, к начальнику завода и говорите, я могу вас смиренно попросить, чтобы у нас работать сегодня закончилось на пять минут раньше. И он говорит, давайте, хорошо, если вам так надо, можете на пять минут раньше уйти с работы. И вы говорите, значит я могу тебе навязывать свои желания. Ну это же разные вещи, моя хорошая. При чем-то навязывать. Одно дело просить, другое навязывать. Спасибо. Ладно, хорошо. Вы такие здесь размышлятельные все здесь в Питере. Вам очень объяснять очень трудно. Нет, это Москва. Ну, в Москве вы мне таких вопросов не задавали. Как в Питер приехали, так сразу у вас размышлятельность пошла такая. Все. Спасибо. Так, ваш вопрос по молитве. Ну ладно, мужчина, хорошо. Я хотел бы поблагодарить вас за всеобщем. И вот вопрос мой такой, почему протест, когда касается молитвы, связан с молитвой, со священными писаниями. И не важно, как вы веры. Вот я... Ну, это такой очень глубокий вопрос, потому что мы в этот мир попали все из протеста по отношению к Богу. Мы, ну, ну, наше изначальное желание, это же грех вот этот вот, яблоко, яблоко греха мы съели. То есть наше изначальное желание здесь, мы против Бога. Поэтому и протест, как только Бог, сразу... Какой Бог? Нам не нужен здесь никакой Бог. Нам без Бога неплохо кормят. Это естественное состояние. Я первый раз, когда в храм пришел, экспериментировал в молодости. Я не верующий был человек, просто я думаю, поклонюсь или нет в храме. Мне интересно. Всегда любил делать что-то против своей воли. Я же вспотел первый раз, когда кланялся. Я же вспотел, так мне не хотелось. Почему я не хочу кланяться? Что у меня такой протест внутри? Я потом сейчас только... Потом мне объяснили, что это наша позиция. Мы не хотим Бога здесь видеть. Даже если мы хотим его видеть, но внутри все равно вот это глубокое желание осталось с нашей прошлой жизни. Что мы против воли Бога здесь пошли. И поэтому родились в материальном мире. Так бы мы в духовном мире были все время. Мы сюда попали из-за этого протеста. Вы его в себе вскрыли. Но что такое разумное существование? Разумное существование. Это когда ты чего-то хочешь, но когда ты знаешь, что это неправильно, ты это желание подавляешь себе, не даешь ему жить. Это разумное существование означает. Помнишь там с легким паром? Надо меньше пить, надо меньше пить. Он ходил по улице, когда чуть отрезвел. Ему девушка сказала, надо тебе бросать пить. И он пошел, надо меньше пить, надо меньше пить. Ходил. Проявлял волю, вырабатывал волю, чтобы не пить. Любовь его заставила волю вырабатывать. Когда человек любит, он волю вырабатывает. Надо меньше пить. Надо меньше пить. Но он хотел пить при этом. У него борьба шла. Это называется разумное существование. Человек изнутри чего-то хочет, а разуму, говорит, нельзя. Согласны? Вот иногда подчиненных хочется прямо вам, я чувствую, иногда просто им по башке как грезать. А вы же не делаете этого. Да? Ну вот, то же самое здесь тоже. Мы заставляем себя молиться из-за того, что мы разумные существования. Я вот почему-то мне приходит ответ, что я такое насилие, влияние ребенком испытывал со стороны женщин. Ну, мама, бабушка. Молись, молись, да, все они молятся. Да, именно вот меня заставляют. Тоже есть такое дело. Это неправильный подход жизни. Отношения с Богом абсолютно добровольные. Вы сами себя можете только заставлять. Никто, если кто-то будет заставлять, это противно. Потому что отношения с Богом, они сотканы из любви. Невозможно заставить любить человека. Если бы вы говорите, люби вот этого человека, у тебя будет протест. Так же, когда говорят, люби Бога, тоже будет протест. Это естественно. Вам надо пойти против воли бабушки. И она вас прокляла. Так, мужчина, ваш вопрос. Да. По молитве, да? Да. Вопрос по молитве. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я практикую уже 14 лет. Я сам состою в духовной организации. Обучаю людей и так далее. А что тогда меня спрашивать? Вы сами уже? Да, пришел с целью обмена опытом. Мне интересно. То есть, вот у нас, допустим, проходит 7 служб в неделю. Мы практикуем мантры, веления, утверждения, ну и так далее. Призывы к Богу. Вот. Как вы практикуете? Какие мантры читаете? Там, мантры Кришны, мантры Шивы. Не, мой хороший, так не пойдет. Я сейчас объясню, почему. Потому что есть общее знание, а есть индивидуальное знание. Вот, допустим, вы меня можете спросить, как любить девушек, допустим, да? Я вам расскажу, как что надо. Очень ласково. Вы вчера говорили об этом, да? Но если вы мне спрашиваете, Олег Геннадьевич, я пришел к вам делиться опытом. При всем зале, весь зал, вы мне говорите. Я вам расскажу, как я люблю свою жену, а вы мне расскажите, как вы своей любите. Это нормально? Не совсем так. Я бы хотел просто, мне интересно, в какой вы традиции состоите? А это то же самое. Вы сейчас интимную информацию пытаетесь скрыть. Хорошо, прошу прощения. Вот. Это уже другое дело. Я здесь представляю какую-то традицию или что я делаю? Чем я занимаюсь здесь, по вашему мнению? Вы передаете знания, передаете практику или... То есть между... В какой традиции? Ну, между конфессиональными. А что тогда вы мне про традицию спрашиваете? Вы оскорбляете чувства верующих здесь людей. Я настроен помогать всем людям. Я поклялся Богу, что я не буду навязывать ничего. У меня есть знания. Я его передаю. Ну, не только я в любой традиции могу получить по-другому. Все, что Господь мне дал, я все рассказываю. Я хочу, чтобы люди в своей духовной традиции развивались. Но я хочу, чтобы они развивались с пониманием, что есть другие духовные традиции. И чтобы они в любви друг к другу развивались. Потому что вражда, религиозные войны, это самое ужасное, что есть на этой земле. Самое ужасное. Для нас Бог един. И вот это моя позиция. Я считаю, что Бог один. Мы находимся здесь, в еврейском центре. Это знание пришло оттуда, что Бог один. Это знание пришло от Абриана. Бог один. Я также считаю, что Он Личность. Личность — это означает, что Он не знание, не свет, не разум вселенский. То есть Он Личность. Он может проявлять себя как Личность Бога. Это моя позиция внутренняя. Я считаю, что все духовные традиции, которые считают, что Бог Личность правильный, они просто дают по-разному духовное знание. Это моя позиция. Я хочу, чтобы люди все развивались там, где они считают нужным, в своей духовной культуре, традиции. Не меняя ничего. Это моя позиция внутренняя. И я на публичных лекциях этих никогда не занимаюсь тем, что начинаю тайно или явно навязывать свои какие-то идеи уже личные. У меня была сегодня лекция в Вашнавском центре с утра. Те, кто в этой культуре стоит, они слушали эту лекцию. Вы могли бы прийти, там никому не спрочено. И могли бы там поинтересоваться. Вот там уже, на той площадке, вы могли бы это сделать. А здесь нет. Спасибо. Значит, мой вопрос не корректен. О, какой хороший. Как Вас зовут? Антон. Антончик, спасибо Вам. Я так Вас люблю. Когда человек признает свои ошибки, это очень хорошо. Это очень высокий уровень развития личности. Будем у Вас учиться. Так, по молитве вопрос. Девушка сзади, да? Сзади, сзади. Вероника, сзади. Здравствуйте. Садитесь, садитесь. У меня вопрос от моей подруги, которая должна была сегодня быть вместе с нами. А что случилось? Ну, она попала в больницу, у нее лежит позвоночная, и ей пришлось, как мы сюда, и так с кем мы пропилилить. Вопрос у меня такой. Так как она сейчас неизвежна, ограниченное движение, у меня вопрос, как ей совершать свою эстезу. Как молиться? Сначала восстановиться, восстановиться сначала надо полностью, чтобы никаких болей не было. Потом начинать с водички 28 градусов, 70 минут, давать доходить до 70 минут. Сначала убрать статическое напряжение. Вода – это самая милостивая среда. Потом дальше выработать какое-то неподвижное положение тела, которое бы не возникало, не вызывало боли. И убрать из тела блоки эстетического движения. Потом в следующий этап надо найти вид движения, который бы не вызывал острой боли, и начать вот этим движением пользоваться. И уже доводить его до пяти слоев, длительное движение совершать. Тогда будет пролечиваться позвоночник. Если статическое напряжение динамическое убрать, то позвоночник будет пролечиваться, каким бы он ни был. Сколько бы там позвонков ни было, это всё будет восстанавливаться, лечиться. Потому что в любом состоянии организм знает, как себя наладить. Он может там что-то подменить, заменить, приспособиться к искусственным каким-то предметам. Он может всё. Надо ему просто давать энергию, правильно это дать. Сделать правильно, чтобы не было перегрузки. Острая боль – признак перегрузки. А если ноющая боль такая небольшая, это признак лечения всегда. Вот этим надо правилам руководствовать, с последовательностью вот такой делать. И всё надо делать аккуратно и постепенно, не торопясь никуда. Спасибо. А даже если, например, положение стоя, стеночки, да? Если нет острой боли, туда. Всё зависит от боли. Если есть острая боль, значит нельзя. А если нет, значит можно. А если сейчас она может только лёжа, значит лёжа так. Лёжа – это не статические упражнения. Это расслабленное положение. Если она не может ничего, значит, эту аскезу пока не надо делать. Ну, надо вылечиться сначала. Тело является остовым жизнью. Если человек не может пользоваться телом по какой-то причине, значит, надо привести его в порядок сначала. Я вам сказал последовательность. Сначала вода, потом статические упражнения. Все воспалительные процессы уходят из организма благодаря этим двум практикам. Все уходят из организма. Потом воспалений нет, можно начинать длительное движение. Надо выбирать то движение, которое не вызывает острую боль в позвоночнике. Извините, а Вы могли сказать, сколько потребуется её восстановление? Я не знаю степень поражения организма. А может тогда это не будет? Ну, не сейчас. У нас вопрос сейчас только помоя. Молитве. Только помолитве. Это вопрос. Пожалуйста, не отвлекайте нашу тему на какие-то другие беседы. Ваш вопрос? Здравствуйте, Леонид Ильич. Скажите, пожалуйста, я как бы молюсь, когда начинаю крутиться в двух часовых спрятках, решение, как будто у меня кто-то на правом плечо, я не могу остановиться. Уже такой вопрос у нас был. Там у женщины руки двигаются. Это динамическое напряжение. Вы скованы, просто скованы. Если Вы будете длительное движение совершать, то Вас расслабит, и во время молитвы не будете крутиться. То есть, когда человек молится, у него повышается энергетика. И так как у него прана движется туго в организме, то это тугое движение праны заставляет Вас сжиматься. И чтобы Вам не сжиматься, Вам надо крутиться. То есть, Вам, когда крутится, Вам легче становится. Но если Вы будете длительное движение совершать, то этого не будет. Вас зажимает немножко. Некоторые болтаются во время молитвы. Некоторые крутят головой. Другие прогибаются назад. Но этого здесь делать не надо. Потому что эти движения все не являются вынужденными. Это движения, которые облегчают нам жизнь. Если человек не хочет, он этого не делает. Не то, что вот он обязательно болтается, он говорит, я не могу. Я робот. Я не могу. Я двигаюсь. Меня завели. Нет. Не так все. Это просто потому, что человеку так легче. Вам легче, когда Вы крутитесь. Вам легче становится. Но здесь этого делать нельзя. Потому что это мешает быть концентрацией. Вашей и других людей. У Вас возник вопрос по молитве, да? Думала, думала, что спросить. И решила. Так. Спасибо большое. Владимир Геннадьевич, скажите, пожалуйста, если у меня на элитах, как мы говорим, у меня на табличной молитве, если как бы вышивает внутри все воспоминания, личность, то есть нужно ли пытаться, следуя Вашим советам, каждую образу называть святости, не забывать, что... Надо возвращать себя всегда назад. Всегда. Не надо отдаваться вот так, потому что стали себе звуком. Нет. Возвращать себя. Славить Господа. Мы берем энергию Бога, отдаем Ему. Берем, отдаем. Пропускаем через себя Господа. Славим Его. Только находимся внутри молитвы. Нас вышибают, мы опять назад. Если счастье приходит, мы Его отодвигаем и служим Богу, погружаясь в Его силу и отдавая Ему. Погружаясь, отдавая. Мы... не даем себя от этого состояния подвинуть никаким силам. Ни божественным, ни демоническим. Ни счастья не должно нас вывести, ни страх. Ничего. Мы только в этом состоянии находимся и все. Слушаем молитву, отдаем. Слушаем, отдаем. Сейчас настало время такое торжественное объявление, которое заставит людей прийти в движение. Сейчас настало время всем сходить в комнатку неизвестного архитектора, потому что во время молитвы, когда час мы на стройке, после часа, никто не сможет в этот час выйти отсюда, потому что это будет оскорблением, вы будете мешать людям. Поэтому все должны сейчас встать, если вы не уверены в своем организме и освободить себя от этой ноши. Все, ползала пошло освобождать себя от этой ноши. А мы дальше продолжаем ответ на вопросы. По молитве вопросы. Девушка, Ваш вопрос. Здравствуйте, Олег Дмитриевич. У меня предложение о здоровье. У меня первые из научников и доктор не запрещены на моем режиме. То есть у меня можно выходить в ловицу. То есть недавно перелом у Вас стоит какой-то гипс, да? Нет, перелом было 5 лет назад, но я об этом не знала. Я была в танцевате артист и в вашем стадии. И вот когда узнали на информацию может в случае нельзя не справиться. Ну то есть Вы когда недавно узнали что ли? Да. И Вам сейчас доктор дал определенное лечение, да? в него нельзя делать статические упражнения в результате? Да. Эти упражнения нельзя делать уже на протяжении всей следующей жизни. То есть какие изменения которые предполагают обратно в ходе? Ну вы то есть в позе бабочки не можете сидеть? Стоять не можете да? Я могу просидеть минут 15 максимум. А как три часа вы высиживаете на лекции? Я редко хожу не насторопиться. лекции вот сейчас пришли вы можете просто сидеть на стульчике со свешенными ногами и вот так повторять ничего страшного нормально нормально а глобально я считаю что надо все равно делать статические упражнения длительные движения и все это будет восстанавливать ваше здоровье почитайте мою методичку и аккуратненько начните все это делать потому что запрет жить означает неправильный запрет людям иногда запрещают солнце запрещают воздух запрещают движение запрещают воду все эти запреты они неправильные с точки зрения сильных воздействий правильные но с точки зрения полного запрета неправильные потому что если допустим вообще запретить воду то у человека воспалительные процессы в организме только возрастут а если человеку запретить очень холодную воду то это нормально на время такой запрет ты сначала там 28 градусов ложишься потом попрохладнее ну то есть если человек на свежий воздух запрещено ходить он значит без ветра погоду выбирает ходит но если врач вообще из дома запретил выходить навсегда на всю жизнь то это неправильный совет на время может быть и можно нужно там а потом постепенно надо опять начать выходить надо сначала лежать в воде потом делать статические упражнения какие сможешь на 5 слоев потом дальше длительное движение начинать на 5 слоев потом посты и так будет начать восстанавливаться позвоночник чтобы его восстановить организму нужна энергия энергия берется из аскез из природы засасывается в организм в воде лежит и воспаление проходит статические упражнения пробиваются блоки динамические упражнения делают энергия для восстановления начинает поступать в организм а так у вас ничего не будет поступать а то у вас как в анекдоте получается доктор я жить так буду но я бы вам не советовал вам жить не советую получать по молитве меня обманывают постоянно говорят по молитве сам человек другое спрашивают давайте здравствуйте я бы хотела спросить по времени молитвы сколько надо молиться в день сколько пока не устанешь вот есть концентрированная молитва есть не сконцентрированная есть духовное правило допустим человек обещал старшему что он будет молиться два часа в день допустим да он обещал но даже если он это обещание дал то все равно он не может два часа допустим молиться очень сконцентрированно а может допустим 40 минут всего и он молится 40 минут сконцентрированно и час 20 не сконцентрированно или человек вообще никому ничего не обещал но он может допустим час 5 минут активно молиться а дальше у него перегрузка уже начинает но он молится час 5 минут А если он хочет больше, он уже тогда не так сильно напряженно. А если человек молится сильно напряженно, хотя уже нельзя, он чувствует перегрузку, то это вредно и для здоровья, и для психики, и для самой молитвы, потому что в следующий раз ты уже не сможешь так сделать, организм будет бунтовать против этого, он скажет, не надо никакой мне молитвы. Вот я читаю акафисты, они там примерно 40 минут, и я заметила, что в какой-то момент вообще выключают. Ну, значит, вы до этого момента молитесь. А, ну, еще. Выключают, значит, вы устали. Женщина, вопрос в очках. А, да, да, ага. Садитесь, садитесь. Здравствуйте, дорогой Олег Геннадий. Ой, спасибо. А где у нас мандарины вообще? Чего мне их не это... Пододвиньте мне, мне так называют, что мне надо что-то назад отдавать. Иначе я чувствую себя беспомощным. Так, ну, чё вам? Успех нормально? Годится. Нормально? Да, ловите, да. Две, нет, двумя руками. Двумя, только двумя. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Расправлять плечи, жить. И самое главное, что нет желания отступать. И я благодарю вас за это, потому что каждый божий день, каждый божий день я вас слушаю, и каждый божий день имею возможность мудиться. В связи с этим вопрос, выбор положения для молитвы, каждый раз я задумываюсь, потому что если я понимаю, что я хочу что-то преодолеть, я встаю к стенке, вот в этот момент я также понимаю, человек тех же из опыта, что время концентрации у меня сокращается. Поэтому мне всегда хочется выбрать позу попроще. Нормально. Да, правильная тактика, правильно, хорошо, правильно так. Все, точно, спасибо. Да, а насчет того, что разные положения, что делают, мы каждый раз на настройке об этом говорим. И сегодня тоже, когда настройка начнется, у нас два человека выйдут на сцену, и мы будем показывать, как выглядят разные положения тела. И будем говорить о том, что они дают. Обязательно мы это изучим. Вот какое положение тела, какие силы прибавляет человек. Мы это будем изучать, да. Но вы правы, что лучше делать то, что даст дольше возможность молиться. Лучше всего доводить до 65 минут, чтобы статикой все психическое тело прочистить. То есть одно дело молиться в духовной практике, оно есть еще в психофизической практике, она тоже немаловажную роль имеет. И там это все соединяется вместе. Поэтому 65 минут важно именно не двигаться в время молитвы. И поэтому надо выбрать такое положение тела, чтобы ты выдерживал. А имеет смысл ставить себе в перспективу задачу, чтобы ты мог спокойно молиться в любом положении? Или это не обязательно? Это само собой придется времени. Вот, допустим, начинается все с самого легкого положения тела, а заканчивается все самым тяжелым, потому что самое тяжелое положение тела указывает человеку на то, что там заложены болезни. Вот, допустим, если человек не может стоять, ему тяжело стоять, значит, скорее всего, статическое напряжение в голове находится. Если он в бабочке не может сидеть, значит, статическое напряжение в нижней части тела, допустим, гормональных органов. Вот если он не может сидеть в алмазе, значит позвоночники, скорее всего, статическое напряжение. То есть где он не может, значит там и засада, потому что разные положения тела лечат разные части тела. То есть по методике имеет смысл периодически менять положение или привязываясь к любимому? Надо сначала любимое проработать хорошо, а потом дальше любимым делать то, которое не совсем сложно, а на следующей стадии сложности. И так постепенно как бы двигаться от одного любимого к другому, чтобы потом все тело стало любимым, все положения тела стали любимыми. Благодарю вас. Счастья. 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 Счастья.